То есть на изломе теряется сила жизни. И то состояние сознания, когда в тебе нет противоречия, с всей сущностью соответствуешь своему поступку и слову, называется в спасе незамаян, или истотность. И я не смогу вкладить волшебные силы, если речи мои не совпадают с моими сущностями. То есть по большому счету очень важно, чтобы вы вот, опять же, это тоже касается меры. Если вы вот сегодня такой, то вы не должны заявляться выше, чем вы есть на самом деле. Вы такой, вот вы такой сегодня, на сей час, завтра вы можете станете больше. Но это будет завтра. Это понятно? Это очень важный момент такой. Хорошо, поэтому есть вопросы. То есть мы с вами разобрали, что очень важно соблюдать договоры. Причем договоры это, с одной стороны, общественные правила, которые есть в обществе. Человеческие, как правила? Ну, можно назвать и человеческие, в том числе, да. Ну, которые опять же заключаются в том, не делай другому того, чего не хочешь, сделали тебе. Ну, кради, не убери, да. Ну, их можно свести, вот, с вот этих десяти правил на вынагрузке. Это можно в заповеди богов, которые гораздо больше. Вот. Это можно свести, чтобы было легче. Это можно свести в это все. Вообще-то, они вписаны нам в душу, поэтому мы всегда знаем, когда мы поступаем неправильно. Ну, мы можем просто сказать, нет, все хорошо, я прав. И, тем самым, собрете себя. Вы в этом случае присыпаете. Вы не хотите себе признавать и засыпаете. А в чат, вы знаете, что каждый хороший когда-то спин, за больной стенки. А еще и люди за спиной связаны, так вообще, я скажу. Вот мы по жизни присыпаем, потому что кто-то не видит, как мир трещину дает, как мы его ребенок. И не задумывайся, почему с нами вот так случается, и почему мы так живем. А для того, чтобы стать волшебником, то есть хозяином своей жизни, нужно соблюдать договора. Если, я понимаю, что без ошибок мы жить не можем, мы можем ошибаться. Но признавать свои ошибки. И признавать, осознавать сначала, потом признавать, и становиться совершеннее. То есть извлекать урок, взять взяток из своей ошибки. Это задача каждого. То есть это, как бы, некое приводное упражнение. На каждый день. Навсегда. Каждый. Когда мы не спим по жизни, и делаем, как роботы-автоматы что-то, а мы вот здесь на острие всегда, как бы, несем ответственность за каждое наше слово, за каждое действие. И прежде чем что-то, я еще раз говорю, делать, или сказать, мы подумаем. Я понимаю, что есть особенности. Мужчина и женщина, мы сейчас к ним подойдем. Что, ну, особенность мужчины, это он сначала думает, потом делает. А женщина сначала делает, потом думает. Ну, это особенность такая. И она условно, ну, как бы, природой. Я понимаю. Это тот момент, что в жизни у нас идет мимо? Бывает. Вот для этого мы сейчас тоже будем говорить, есть спасательный круг. Есть спасательный круг у каждого. Вот. Хорошо, поэтому есть вопросы. То есть вы поняли, да? Что, насколько важна мера, насколько ее не перебрать, важно. И соблюдать договора. Причем в большом и малом. Дал слово, держи. Лучше... Ты писал договора в самом начале, да? Вот, вы говорите, выкрутил себе такие вот искатания, да? Да. Да. Ну, ты принял тогда, ты же осознанно там это все принял. Ты понимаешь, что, допустим, для совершенства души нужно решить вот такие, такие, такие вопросы. Обязательно ей нужны такие, такие испытания. То есть отгребать, а отгребать все же не надо? А нет. Потому что ты можешь отгребать и не отгрести, и еще на 10 жизней отгребать потом, нагрести столько. А можешь чуть-чуть часть жизни отгрести, а потом каждым днем все меньше и меньше, и уже потом отработал все, и уже тебе это нет. Ну, как говорите, если договора уже, потому что подписался. Ну, если ты, ну, при чем только... Ну, допустим, грубо говоря, тебе нужна программа 10 классов за 10 лет. Согласен? Ты вот на 10 лет сюда пришел. Ну, если ты чуть-чуть поднапрягся и эту программу расстроил за 2 года, то тебе уже нам дальше учиться в Астане. Ты можешь теперь программу института закончить за это время оставшимся. А то и кандидатскую, докторскую, написать. Ну, понятно? А можно вот так вот просидеть дураком в первом классе, так 10-кладкой, 10-леткой не освоить за эти 10 лет. И еще на следующий раз опять в первый класс. И опять в первый класс. А там, глядишь, и голову разбил, глядишь, уже там уже так, что-то там не так, и уже в детский сад потом, уже даже не в первый класс. Можно и так. Поэтому, еще раз говорю, вот в твоих словах, как бы, не надо сквозить, как бы, отребать, не отребать, чтобы, типа, сквозить все равно, что я достоин больше, чтобы я хотел бы лучшей жизни, чтобы не грести вообще, чтобы было все вот так вот просто в шоколаде. Лежал на диване, и меня тут с ложки кормили, утка там под задницей. И вот сюда течет, и телевизор, и все, и что хочу, мне сразу вот хватает. Понимаешь, ну, так же и с неустроено. Мы приходим все равно для того, чтобы некие трудности преодолевать. Явный мир для этого. Нет людей, которые не живут с трудностями. У всех свои трудности. Ну, просто есть чрезмерные трудности, которые мы сами себе нагребаем еще больше. То есть ты пришел решить, допустим, пять задач сюда, а пока тут только начал соображать, что в этой жизни ты еще на десять себе наработал. И уже тебе вместо пяти еще лучше, тебе в пятнадцать тебе нужно решать. И каждый день ты еще платишь. Ты понял? И еще тут такой момент очень важен. В Спасе говорили, в этой жизни можно не выиграть. Но в этой жизни нельзя выиграть. То есть то, о чем я вам рассказываю, допустим, наука Спаса, она не обязательна для всех. Да, с ней нужно быстрее пройти ваш труд. От человека скотиной был. Но рано или поздно вы все одно принете. И у каждого из нас тут тоже такой момент. Вы знаете, мы все с одной стороны правы, а с другой стороны истина едина. Вот слышали, наверное, что путей очень множество, да? Так вот, Спас говорит, что он крутит, он один. Ну и считается, что у каждого из нас нужно, вот здесь точки А, нужно прийти в точку, в точку Б. И истина, вот для всего этого отрезка, она одна, едина истина. Но дело в том, что каждый из нас находится на разном отрезке. Кто-то здесь, и у него здесь своя правда твоей истины. Кто-то здесь, и у него, соответственно, своя правда. И так далее. И поэтому, нельзя свою истину навязать кому-то. Кому-то она не влезет. Потому что, если ты будешь навязывать здесь свою истину, а он только здесь, ну, ему просто не влезет. А если ты находишься здесь, а тебе будто он навязывает свою истину, то ты уже там был. Тебе это уже не интересно. То есть это понятно? И вот мы все идем по этому пути. И рано или поздно все все равно придут. Кто-то раньше, кто-то позже. А выбор всего лишь за каждого. То есть если быстро эта жизнь в радости и в счастье, нам пути совесть дана для того, чтобы мы жили в радости и в счастье. Ну и по совести. Либо мы в болезнях, страданиях, несчастьях, через тысячи, сотни тысяч воплощений, мы все равно туда доскремемся. Выбор за каждого человека. А можно? Да. А я там не помню какой-то ролик возил. А вы там говорили, что если там человек остаётся на тот уровне животной души, то он может в следующий раз и не родиться человеком. А как же это дно новоплощений? Тогда не дно, тогда нечь не получается. Ну есть такое мнение, есть такое мнение. Тут трудно сказать. Пока не проверишь. Просто может действительно не стоит рисковать? Может всё-таки смелиться? Не, ну рисковать не стоит, но вы и так говорили, и так. Я не могу понять, где там посередине, где-то истишь. Нет, ну мне просто ближе к пути, когда идти в радость и в счастье. Да нет, я не спорю. Поэтому как бы обсуждать путь страданий мне не совсем интересно. То есть я понимаю, что можно идти вот как бы в путь он туда, а можно пойти сюда. Нет, я спрашиваю за то, что там вообще нет удовольствия получается. Нет, нет, туда есть. Туда тоже деградация. То есть несовершенствование. И это, по рассмотрению, путь совершенствования. А вот туда – это путь деградации. Можно и отсюда пойти туда. И отсюда можно пойти туда. Ну если совсем туда и три уровня, только животная душа, она может просто устроиться и не воплощаться? Можно. Можно. То есть человеческого, если нет, то чего-то надо. А ладно, вот мы идем по пути. А как вот есть судьба, да? Вот как она вот в нашу жизнь? Что такое судьба? Как ты считаешь? Какие-то моменты в жизни, которые… Судьба – это жизненный путь. Судьба – это вот у тебя уфорит. Вот это твой жизненный путь. Видишь? Это твоя судьба. У тебя на этой судьбе были такие вопросы, такие и такие приключения, такие испытания, такие… Вот это твоя судьба. Ты, оглянувшись на жанр, можно сказать – у меня вот такая судьба. Так они… Судьбы впереди нет. А прописанная? Нет. То есть мы ее сами делаем? Есть рог. А. Есть понятие рога. Рог – урок. Рог – это роговые события, которые у тебя будут в твоей списании. И каждый раз, делая шаг, ты стоишь в точке «А». И здесь у тебя выбор. Пойти туда, сюда. Ну, где как. Видят, на распуте. В зависимости от твоего выбора, то есть от твоих мыслей, поступков и дел, дальше тебя ждет следующее. То есть то ли ты придешь сюда, то ли ты придешь сюда, то ли ты сюда, то ли сюда, то ли сюда. А дальше опять выбор. И так каждый раз ты можешь, если тебе нужно сюда прийти, а ты можешь пойти вообще сюда. И теперь испытание. А что по испытанию? То есть на этом пути. Вот смотри. У тебя, допустим, тебе нужно идти сюда. Вот твоя жизнь. Судьба. Ну, давай так. Вот так. Вот твоя календарная дата. Ну, сто лет. Давай попробуем. Сто лет через. Вот у меня отрезки идти. Су-двадцатые годы, где есть роковые события. То есть вот в этом у тебя есть какое-то роковое событие, где связано с твоей физиологией. Вот здесь у тебя роковое событие, которое связано с твоим здоровьем. Ты приходишь, к примеру, к этому событию, зависимо от того, как ты принимаешь вот эти вот решения, как ты живешь этой жизнью, то со своим здоровьем ты можешь в этот день заболеть на знаках. А можешь заболеть раком. Чего заработаешь? А можешь просто сломать року. А можешь просто споткнуться. То есть его обойти этот рок никак? Рок никак. Ты запланировал. Вот воплощаясь сюда, это все запланировано. И в книгу жизни твоей записано. Не судьба записано. Судьбу мы сами отворим. Судьба, это вот смотри, ты принял решение. Вот смотри. Сейчас я покажу. Смотри, вот сюда, ты пришел сюда примерно, потом здесь. Пришел сюда, потом здесь. Ты пришел сюда, потом это. Ты пришел сюда, опять. Ты пришел сюда. Вот линия твоей судьбы. Смотрите, какая у меня судьба. А кто-то будет другие решения принимать, и у него будет другая судьба. Это понятно? И в зависимости от того, насколько правильные эти решения будут твои, облегчаться будут или усложняться. То есть, если ты не сдал экзамен, то ты берешь билет. Это судьбоносный урок, это как раз урок, где ты сдаешь экзамен. Ты вытаскиваешь билет, и если ты ответил на билет, то на следующем экзамен тебе более легкий билет дается. Если ты не ответил, то тебе дается в следующий раз билет в два раза тяжелее. Понятно. Ну, все как всегда, опять же, имущему дается, а не гневущему отнимется. Опять та же мера, которая у тебя взвешивает. Просто взгляд немножко с другой стороны на эти же все вещи. Та же мера. Хорошо. Еще вопрос. Жизнь справедливая, да? А? Жизнь справедливая. Конечно, справедливая. Мир справедливый. Мир справедливый. Ты пойми, ты получаешь то, что ты заслуживаешь по твоим усилиям. Если ты такой, то жизнь у тебя такая. Тебе не нравится жизнь? И сменись сам, и жизнь будет у тебя другой. В чем вопрос? Ну, можно обвинить жизнь, что жизнь у тебя такая нескладуха. Она тебе скажет, да, жизнь у тебя нескладуха. И даст тебе такую нескладуха. Ты тоже по поводу точно, но у тебя полная нескладуха. А то было вообще счастье. Семена всегда говорит, да. Поэтому мир справедливый, потому что, еще раз говорю, нас взвешивают по нашей мере. Вот сколько мы сегодня весим, вот на сей момент. Вот такой наш вес. Так нам по этой мере отмеряется все в этой жизни. И достаток, и успех, и благополучие. А нужно еще раз вопрос. А вот если вот этот человек принял решение, что у него такая тяжелая жизнь, и он решил уйти. И что с ним дальше происходит? Грусть. Уйти – грусть. Ну, по концу. Крестан, есть договор. Да? Створцов, ты подписал, что ты будешь. А тем, кто сказал, знаешь, что творец, а иди-ка ты выполнил. А я решил не выполнять договор. Вообще все не выполнять. Как ты думаешь, это вот так вот безнаказанно останется? Нет. Не зря же ведь самоубийца раньше на хладбище даже не хоронили. Вместе с артистами, проститутками. За это. За это. Не за он, за починку. Ну, то есть, типа, все остальные нормальные, приличные, а эти вот нет. Потому что после смерти, после смерти самоубийца попадают неарматичные меры, откуда потом растение почти не назвали. Ну, очень. Вот это. Мир звук. И как ты там все решишь подвигши куда-то дальше? Ну, то есть, это ад типа? Адские миры, да? Да нет, это не адские миры. Это просто не гармоничные миры. Понятно. То есть, после нашего мира, четырехмерного, это следующий мир гармоничный. Это шестнадцатимирный мир. А все, что между, оно мирным. А сколько наше? Да. Ну, то шестнадцатимирное, а наше скольки мирные? Четырех. Четырех. Ну, понятно, в смысле. Высота, ширина, длина и времени. Поэтому, это вот так. Поэтому это не выход из положения, однозначно никакой. Ну, ты подвел всех и предстал. Ну, для того, чтобы твоя душа воплотилась, это значит, что она уставила очередь, и твой род доверил не просто решить тебе свои задачи, а он еще задачи рода тебе попросил решить. ты вот решить, весь рот стоит и смотрит, ну, ну. А ты тебе говоришь, да, ну вас я упал. И я тебе по полету решился. Спрыгнусь по работе. Нет. Такой не прощается. А если пьяный поехал кататься на машине и убился, к примеру, то это ж тоже не очень, наверное. Нет, ну это не очень. Но умысла нету, да, тут? Ну, да. Тут нет умысла специального. Тут, получается, нет мозгов. Еще хуже. Хуже. Не хуже, но если с них хуже. Ну, в следующем раз, то есть, как бы, страдать землю подросток, но все. Могут не доверить, да. А еще вы сказали, артистов тоже не хоронили, а артисты чем заслужили? А тем, что они не живут своей жизнью. Они все время живут чужими жизнями. То есть, они все время играют. То есть, из-за профессиональной деятельности, понятно? Да. Это сегодня дети их сделали кумиров, они учат нас так, как жить. Хотя, на самом деле, они с собой же не умеют. Простетут. Ну, чего? Ну, давай, простетут как чуть попозже. Когда мы про мужчин и женщин поговорим. Хорошо, эту тему мы закрыли. Может, мужчинам и женщинам пойдем? Да. Я надеюсь, что у вас будет больше вопросов. Так, хорошо. Ладно. Тогда. Вместе с чем, а мужчина и женщина, включил классикотворение. так сказать, что в ту же церковь спокойно поможет я отчереть ее. будет открытая. Восстания. Восстания.